Часы Xiaomi Watch Color, обзор на которые можно посмотреть в подсказке, вовсю продаются в Китае. Мой оператор уже успел примерить их и подержать в руках. Кроме новых фото, которые я хочу вам показать, стоит сказать новую важную информацию. Для любителей экономить, или для тех, кто не видит смысла в глобальных версиях продукта, на данный момент в часах нет даже английского языка, только китайский. Покупать сейчас на Алиэкспрессе не стоит. Это может означать либо продукт для внутреннего рынка, как это было с предыдущей версии квадратных часов, они не приобрели популярность в СНГ. Но здесь же нам предлагают по сути те же часы другого форм-фактора. При этом их можно кастомизировать различными ремешками. Эти часы по факту созданы для тех, кто не любит носить фитнес-браслеты, при этом хочет, чтобы штука на руке выглядела солидно. Информации про глобалки также нет, но я думаю, что она будет. И NFC. С ним могут быть проблемы в СНГ. Несмотря на то, что это с виду довольно простая штука, покупать сейчас я не рекомендую. Могут быть проблемы с подвязыванием карты банка. К окончании выставки KES 2020 что-то должно измениться. Также компания Xiaomi по сегодняшний день не раскрывает данные, какой используется процессор в этих смарт-часах, что подозрительно. Ну и конечно Oppo Reno 3 версии. Его тоже удалось подержать в руках. Модель выходит в двух версиях. Oppo Reno 3, чуть более простая модель. И Oppo Reno 3 Pro. Отличается он основной камерой и процессором. Младшая версия, кстати, стала первым в мире смартфоном, который получил процессор Dimensity 1005G от компании Mediatek, которая обещала уничтожить Snapdragon и Exynos. Смартфон, конечно, получился красивым. Обе версии с трендовым внешним видом. Не уверен, что фанатам зайдет селфи-камера в экране вместо выезжающего кусочка сыра, либо плавника. Как угодно. Как ни крути, выезжающие камеры остались в прошлом. Хотя это было всего лишь полгода назад. Сейчас в тренде небольшие отверстия в экране. Пишите в комментариях, купили ли бы вы или нет себе этот смартфон. Производитель, кстати, не так дорого оценил базовые версии памяти двух моделей. Не так дорого, как это могло быть. Через пару месяцев цены заметно снизятся. Если не горит, то рекомендую подождать снижение цен и тогда уже приобрести себе новый смартфон.